В День памяти преподобных Исаакия, Далмата и Фавста, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофии совершил божественную литургию в Исаакиевском соборе. О храме и богослужении расскажут наши корреспонденты. Собор преподобного Исаакия Далматского был задуман императором Петром I, который родился в День памяти этого святого. Современному храму предшествовали три храма, оказавшиеся недолговечными. Четвертый был заложен в 1819 году по проекту Агюста Монферрана. Строился 40 лет, был освящен 12 июня 1858 года как главный собор Российской империи. Здесь совершались благодарственные молебны в памятные Дни Петровских Побед, торжественно отмечали День основания Санкт-Петербурга. В советское время храм закрыли, в нем разместился антирелигиозный музей. В 1937 году он получил статус памятника, а музею определили историко-художественный профиль. Первое богослужение прошло в 1990 году. Пока собор еще не передан церкви, но богослужения совершаются регулярно. Настоятелем храма является правящий архиерей. В евангельском чтении дня говорится о маловерии и силе веры. Тогда приступши ученицы к Иисусу на едине реша, под что мы невозмогохом изгнать Его. Иисус же рече им за неверствие ваше. Аминь, Бог глаголю вам. Ашимати веру, яко зерна горушно. Речете горе сей, прииди отсюда тамо и прейдет. И ничто же невозможно будет вам. Сей же род не исходит. Митрополит обратился к верующим с проповедью, в которой владыка особое внимание уделил вере. Вера очень важная составляющая нашей жизни. Вот даже ученики спросили господи, почему мы не могли бесы их знать. До этого мы изгоняли, а вот не могли сегодня их знать. Он сказал, по маловерию вашему, что и учеников была малая вера, то у них была не вера, а была надежда. Надежда, что Иисус Христос – это Мессия. Надежда, что Он Сын Божий. Но вот и крепкой веры в Него не было. Это урок для нас. Мы должны посмотреть, какая вера у нас, продолжил владыка. Мы должны посмотреть в себя, а у нас какая вера. Вот часто слышишь такие слова. Ну ты приди, покрести ребенка, все равно аж хуже-то не будет. Это что за вера? И люди идут, несут ребенка, хуже не будет. Пусть батюшка покрести. Это разве вера? Это никакой веры здесь нет. Тоже, как игра в лотерейный билет. А вдруг посчастливится? А вдруг Бог-то есть? Ой, мы-то не проиграли. Потому что мы в Него верим и крестились. Вот такой веры Господь нас не ждет. Он ждет нас верой с горчичным зерном. Но той верой, которая может горы передвигать. И такой верой обладали многие святые. И вот мы должны с вами иметь такую веру. Такое доверие к Богу. И такую веру, которая помогает нам вести борьбу со злом в своем сердце. Исаакиевский собор сразу после своего освящения стал не только кафедральным собором северной столицы, но и главным собором империи. На южном фасаде собора, обращенном к законодательному собранию Санкт-Петербурга, на фризе под брельефом поклонения волхвов, позолоченными большими буквами, выбита надпись на церковно-славянском «Храм мой, храм молитвы наречется». Прочесть ее доступно каждому. И верующему, и атеисту.